Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас обучающее видео с определением пола у змей. Определять пол мы будем методом выдавливания, на примере малышей тонкохвостого полоза. В данном случае Blue Beauty. Вот у нас здесь самки сидят, их у нас здесь 6, 6 самок. Сейчас мы сюда посадим еще 5 самцов. И будем заново определять пол и посчитаем сколько у нас в конце получится. Получится у нас так же, но все таки, чтобы было более так показательно. Так, вот у нас самцы и мы их сюда сажаем к самкам. Сидите. Пока что здесь большой компаний. Немножко придется их пошевелить, иначе у нас будут сверху все самцы и потом только самки. Вот так вот мы их немножко перемешали. Такая куча змей. Вот. Это мы видим здесь такая куча-куча. Кучка змей. Ну, всего 11. 6, напоминаю, самок и 5 самцов здесь. И мы начнем определять их пол. Самое главное, что хотелось бы сказать, что изначально, когда я начала определять им пол с ума, началось все с того, что у меня появился первый выводок змей, и мне надо было определить их пол. Тогда я посмотрела кучу видео всяких там, как определить пол у змеи, тра-та-та-та-ты, разными способами, всякое разное-разное-разное. Но суть заключалась в том, что везде показывался сам процесс, но, в принципе, объяснений, ну, достаточных не было. То есть, вроде, ты смотришь и понимаешь, да? Ну, да, вот так вот берешь, так-то надо брать. Как брать змею, чтобы произвел везде хорошо рассказывается. Вот, но что делать дальше, не очень понятно. Ты вроде как видишь, но когда берешь сам в руки, уже не понимаешь, а как надо давить там, как именно и так далее. Поэтому хотелось бы прояснить всякие такие вот моменты. Я, в итоге, мне очень помогло одно зарубежное видео, на котором мужчина там рассказывал некоторые вот детали, да? Вот, собственно, поэтому и будет видео. Итак. Будем начинать. У меня подготовлены контейнеры, чтобы отсаживать замок самцов в отдельные, чтобы потом посчитать. Так, берем первого малыша. Вот у нас первый малыш. И посмотрим, кто у нас это будет по полу. Мы его аккуратненько берем. Поворачиваем вверху. Пузом. Вот мы нашли клаку. Сюда кладем палец рядом с клакой. Давить сильно не надо, как вот в одном английском видео я видела, мужчина объяснял. Мне очень понравилось, что давить надо, как на виноградину. То есть, чтобы ее не лопнуть, но при этом и держать крепко. Вот, собственно, мне это очень понравилось и помогло. Вот так вот вы придавливаете слегка, да? Хвостик опускаете. Выкатываем. Сильно давить не надо. Просто вот слегка как бы вот выкатываем. И это у нас самочка. Видно здесь? В принципе, сейчас. Вот. Это для самок. В принципе, здесь все видно, что ничего тут даже близко не собирается выдавливаться. Все, что у нас есть, это вот это вот. Так, мы ее отсадим сразу в контейнер для самок. Пойдем дальше. Следующий малыш. Так же берем аккуратненько, поворачиваем. Придавливаем слегка, вот буквально чуть-чуть, как виноградин, и выкатываем. Это, по-моему, тоже самка будет у нас. Когда у вас самка, то, конечно, лучше несколько раз проверить, потому что всякое бывает. Но здесь понятно. Сейчас вы видите, почему. Пока самки только. Но у самцов, даже если ты немножко не давил, да, там или как-то не так сделал, там по-другому все это дело выглядит. Ну, где самцы попрятались? Дам вперед пропускают. Значит, следующий малыш. Третий это у нас уже. Опа. Видите, два красненьких хороших гемиопениса. Очень хорошо видно. И прям никаких сомнений тут быть просто не может. Вот, видите. То есть, и давить сильно не надо. Просто выкатывается они. Вот так вот. Раз. Вот. Видите, мы начинаем раньше. Вот мы где начинаем. Не до клоаки ведем палец. Вот. Раз. Это даже не давление, а слегка так вот выкатывать. Это значит у нас первый самец. Мы его отсаживаем к самцам. Всего должно быть пять самцов. Сейчас мы их еще раз всех проверим. Так. Берем четвертого малыша. Кто же будешь у нас ты? Некоторые говорят, что лучше держать хвост выше, чем всю остальную часть змеи. То есть, вы поднимаете выше, змею вниз направляете. Но на самом деле это не принципиально все. Главное правильно держать и выкатывать. Слегка прижимаете, не сильно. И давит тоже сильнее. Опять самец. Опа. Видите, два ярких красных демипениса по обеим сторонам клоаки. И вот где мы накатываем. Обратите внимание. Накатываем не рядом с клоакой, а далеко до нее. И не выдавливаем прям, выдавливаем, а выкатываем как бы слегка. Конечно, если вы будете взрослой змея, пытаться проверить медленное выдавливание пола, будет немножко сложнее все. Но мы сейчас именно про малышей ведем речь. Региусы прекрасно выдавливают. Ну, в принципе, вся малышня. Но на тонкохвостах хорошо показывают, что у них такие гемипенисы яркие, красные. Прям их особо не перепутаешь ни с чем. Так, пойдем дальше. Следующий у нас малыш. У нас уже пятый, у кого мы мерим пол. Также мы берем осторожненько. Около клоаки. Нажимаем и выдавливаем. Опять самец. Видите, два гемипениса. Вот. Раз и все. Никаких особенных усилий для этого не требуется. Выдавливать, начинайте вот примерно отсюда. То есть заранее, не около клоаки. Не надо там давить именно сюда вот прям как-то нет. Так, пять, мы уже померили шестого. Такого будем, такого возьмем. Тут малыш. Так же аккуратненько. Вот так вот прижимаем. И выдавливаем. Ничего у нас не давится тут. Сразу видно, по-другому все это выглядит. Видите, разницу можно в сравнении всегда легко понять. Ничего тут нету. Ничегошеньки. И близко. Совсем по-другому все выглядит. Это самка у нас. Вот. Вот. Ничего. Самочка третья. Сейчас седьмого будем. Это тоже самка. Тут вот как-то сразу. В принципе, когда есть много малышей, очень легко понять. И если на видео вы это будете смотреть, можно перематывать и сравнивать, да, самцов и самок. Очень видно различия. Когда у вас есть самцы и самки, легко определить. Это самка четвертая. Вот у нас восьмой малыш. Сейчас мы уберем аккуратненько. Переворачиваем. И выдавим. Опять самка будет. Ничего нету. Лиленькая все. Что-то самочка. Соответственно, осталось у нас три малыша. Из них должно быть два самца и еще одна самочка. Вот мы сейчас и проверим это. Вот. Берем следующего малыша. Прижимаем. И... Опа! Самец. Видите? Сразу два красненьких и не пенисы выходят у нас. Все. И последние двое должны оказаться самцом и самкой. Немножко прижали и пока это самка. Вот. Сразу видно. Это самочка. Выдавлю. Тут ничего. Видите? Ничего здесь нет вообще. Ничего. Да. И так. Это у нас должен быть самец. А кто-то у нас на самом деле? Самец? Сейчас проверим. И так опять. Прижимаем. Слегка. Как на виноградину. Хвостик выпрямляем вот в эту сторону. Вот так вот, да? Под углом получается. Не самый красочный, но видно. Вот. Видите? С двух сторон. Хорошо видно. Как на виноградину нажимаем и выкатываем. Вот. Очень хорошо видно. У него гемопилис довольно крупный. Вот. Два гемопилиса. Это у нас мальчик. Все. Значит, получилось у нас пять самцов. Шесть самок, как и должны быть. Это у нас здесь самцы пятеро. И самочки шесть. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте в комментариях. Мы всегда ответим. Вот. И старайтесь, проверяйте пол своими змеями самостоятельно. Тренируйтесь. Ставьте палец вверх. Пока-пока. Пока.